В эфире РБК АЛФА. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости к этому часу. Спроса нет. Выпуск строительных материалов в республике просел на 20%. Власти ищут рынки сбыта. Ликвидация глупов. Еще четыре госпредприятия Башкортостана включены в план приватизации на 2017. И долгостроенный контроль незавершенных строек в регионе насчитали почти на 3 миллиарда. Выпуск строительных материалов по итогам 2016 года просел в Башкортостане на 20%. В частности, производство кирпича снизилось на 21% по сравнению с 2015. Загрузка основных мощностей составила в среднем около 50%. На складах предприятий насчитывается более 16% остатков продукции от общего объема выпуска. Об этом на заседании коллегии Комитета Республики по строительству и архитектуре сообщил глава ведомства Халид Махмудов. Он также отметил, что 10 из 34 действующих заводов остановили производственные мощности в связи с отсутствием спроса на продукцию. На первый план выходит выполнение следующих мероприятий, о чем уже Илья Сякеевич говорил. Это активный поиск новых рынков сбыта, повышение плановой рентабельности, сокращение до минимально возможного значения расходов на закупку сырья, материалов, ремонт оборудования. При сохранении мощностей и квалифицированных кадров наша отрасль способна в короткие сроки набрать прежние темпы. Ну и в продолжение темы. Объем незавершенного строительства в Башкортостане в денежном эквиваленте оценивается на сегодняшний день в 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Ильяс Муниров. В связи с этим Комитету Республики по строительству и архитектуре поручено взять в 2017 году на контроль существующие долгостроя, пустующие помещения реализовать, либо использовать по иному назначению. У нас стоит задача, чтобы незавершенки у нас не было. Более двух лет, чтобы не было объектов, которые не строятся. Есть объекты, которые не используются на сегодняшний день. По ним тоже необходимо принять решение, если перепрофилировать нужно, перепрофилированием заниматься этих объектов. Если есть покупатели на эти объекты, также предлагать их для того, чтобы бизнес мог их использовать. Переходим к информации о курсах валют, установленных Центробанком на среду. Доллар и евро вновь подорожали. Курс американской валюты по отношению к российской увеличился на 2 копейки и оценивается в 57 рублей 96 копеек. Европейская подорожала на 13 копеек, 61,38. Лучшие обменные курсы на вторник. Покупка долларов в Телекоммерцбанке за 57,85. Продажа в БКС-банке за 58 рублей 9 копеек. Отмечу, что эта кредитная организация может взимать комиссию до 3% за обменную операцию. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в Банке образования за 61,18 рубля по продаже в Ростельхозбанке за 61,53. Правительство Башкортостана включило еще 4 государственных унитарных предприятия в план приватизации. На 2017 год. Преобразованию в акционерные или общество с ограниченной ответственностью подлежат ГУП-фонд жилищного строительства Башкортостана. Стоимость основных средств которого оценивается в 185,5 миллионов рублей. Научно-исследовательский проектно-конструкторский и производственный институт строительного и градостроительного комплекса 5,2 миллиона. Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности 5,7 миллиона. И башкирские художественные промыслы Агидель почти 14 миллионов. Отмечу, что за 9 месяцев прошлого года число ГУП-фонд в республике сократилось со 163 до 59 предприятий. На этом у меня пока все. Все подробности в 19.30 в вечерних выпусках РБК.